Авторский проект Андрея Усенко. Разговор по делу. Программа «Разговор по делу» веду я, Андрей Усенко. В гостях у меня сегодня Мария Зеленцова, директор Центра поддержки экспорта Кировской области. Мария, добрый день. Добрый день. Уважаемые радиослушатели, тоже здравствуйте. В ближайшие сорок с небольшим минут будем разговаривать о том деле, которым занимается Мария, а дело это ни много ни мало поддержка экспорта. И начнем с такого, казалось бы, банального, но прошу содержательно на него ответить вопроса. Поддержка экспорта – дело благородное или не очень? Конечно, это благородное дело, иначе им бы не занимались. Конечно, нашим экспортерам очень нелегко, особенно последние годы. И то, что существует Центр поддержки экспорта – это большая им помощь. Мы оказываем разные услуги начинающим экспортерам, тем, кто давно экспортирует. Поэтому, конечно, это благое дело. Хорошо, но это был вопрос, первая часть вопроса. Вторая часть – а благодарное ли это дело? Вот так, и по личному, и по результату. Благодарное, потому что мы видим, когда предприятие к нам обращается, и они только задумываются о том, что выйти на экспорт, а потом приходят и говорят, что они заключили первый экспортный контракт, что у них пошла первая машина. Конечно, благодарное. Когда они рассказывают, что они покупают новую линию, они организуют отдел ВЭД. Начинали от пяти человек, и сейчас у них 60. Мы видим, что действительно наша работа приносит хорошие результаты. Слушайте, а что сейчас экспортирует Кировская область? Ну, традиционно мы знаем лес, наши богатства, удобрения, Уралхим, химкомбинат. Что еще? Ну, вы говорите о крупных предприятиях, которые экспортируют, но многие не знают, что помимо этой виды продукции мы экспортируем и много пищевой продукции. Булочно-кондитерское изделие, рапсовое масло. Я в Германии в свое время встречал баранки наши, по-моему, или пряники. Да, да, и пряники, баранки, вафли, также рапсовое масло. Большие объемы поставляют в Китай. И планировали выходить на европейский рынок, но пока это, конечно, отложилось. Что еще? Что из необычного? Из необычного это динозавры. Динозавры пошли на экспорт? Динозавры. Мы пытаемся выйти на экспорт, но для стран ближнего зарубежья это немного дорого. А очень интересуются Арабские Эмираты данной продукцией, поэтому предприятия рассматривают различные варианты, чтобы и логистика позволила, и стоимость была доступная. Поэтому мы надеемся, что в ближайшем будущем в Дубае, в парках, в Моллах будет наша продукция. IT-решение. IT-экспорт из Кировской области. Да. Мы экспортируем магазины для автосалонов, для автозапчастей. Также ВДМ-групп предприятий экспортируют свою продукцию, которая используется для бассейнов, для общественного транспорта. Поэтому тоже она очень интересна. Куда в основном экспортирует Кировская область с учетом санкций нынешних, всех этих ограничений? Понятно, что, скорее всего, основное направление Восток или Юг, да, то есть не Европа. Да, конечно, не Европа. Ну, куда в основном? Ну, в основном это страны Европейского союза. Европейского? Ну, не Европейского, таможенного союза, страны таможенного союза. Ну и, конечно, остается Китай. То есть мы экспортируем в Китай? Ну, это в основном лес ведь, наверное, или что-то? Да, в основном лес. Сколько экспортеров в Кировской области? От года в год цифра меняется, но всегда около 500. 500 предприятий. 500 предприятий занимаются экспортом. Лично знаете их всех? Почти всех. Почти всех. Сколько лет работает Центр экспорта уже? Центр поддержки экспорта был организован в 2011 году, поэтому вот уже больше 10 лет мы работаем. Что считаете, ну, таким вот, не главным достижением, банальный вопрос, да? А что считаете вообще результатом этих 11 лет работы? Вы же сколько уже руководитель? Пятый год. Пятый год. Ну, половину срока практической деятельности. Что считаете для себя вот таким наиболее важным результатом работы? Важный результат, чтобы больше предприятий стали знать, что мы есть, и к нам обращаются за поддержкой. И мы видим, что предприятие из года в год обращается и рекомендует нас своим партнерам. Из 500 сколько попадает? Ну, 500 это с крупными. Из них примерно 400 субъектов малого и среднего предпринимательства. 300 из них пользуются нашими услугами. Что наиболее востребовано у бизнеса? Какой вид вашей помощи? Наиболее востребованы это семинары, но наиболее эффективно мы видим по результатам это бизнес-виссии и выставки. Семинары это... Семинары обучения. Да, обучения, мы видим, много обращаются, потому что всех специалистов можно отправить к нам на семинары, у нас различные темы, все касается внешнеэкономической деятельности, и таможенное регулирование, и документационный оборот, и коммуникации, как строить коммуникации в зависимости от рынка, куда вы собираетесь продвигать свою продукцию. Тут много участников, но самый большой эффект, когда уже заключают экспортные контракты и находят новых... Непосредственно и встречаешься. Хороший был вопрос у меня, но я его отложу чуть на попозже, для того, чтобы спросить в развитии этой темы, что не хватает предприятиям? Вот про эффективные меры поговорить, упомянули их, да, а что не хватает? Что предприятия хотели бы от вас получить, но вы пока не даете? На что запрос есть? Вот такого нет, но я вижу и чувствую, что нам не хватает региональных мер поддержки, чтобы были не только федеральные, но и региональные. Например, как у соседей, либо экспортный кэшбэк, либо региональные меры поддержки, возмещение затрат по логистике. А что в основном, то есть деньги получаются нужны, так или иначе? Ну, чтобы они немножко сэкономили. Ну, то есть деньги. То есть в основном все-таки финансовые меры поддержки наиболее эффективные. Потому что, да, не финансовые меры поддержки, это все есть. Все консультации, аналитические отчеты, все это готовы мы предоставить. Ну, вот давайте тогда поговорим все-таки, Мария, что происходит и происходило с экспортом в последние несколько лет, когда сначала мы столкнулись с ковидом, с ограничениями, с закрытием того же Китая практически полностью, с закрытием Европы. Потом год назад спецоперация, 10 пакетов санкций. Вообще, что с экспортом происходит? Вот вы изнутри что видите? Ну, конечно, было всем нелегко. Нелегко было руководителем предприятий, потому что не было понимания, как приобретать оборудование, кто приедет на пусконаладку. Вот мы даже с таким сталкивались, что приходит импортное оборудование, и условиями договора предусмотрено, что и специалисты должны приехать на пусконаладку, но они приехать физически не могут, потому что все границы были закрыты. В этом случае тоже мы помогали, и онлайн помогали настраивать оборудование, даже промышленное. Были проблемы, когда, все мы помним, закрывали предприятие, и нужно было понимать, кто работает, кто не работает, кто градообразующий, кто не градообразующий. Все время были какие-то сложности, но мы старались оперативно нашим экспортерам, вообще предприятиям сообщать информацию, сообщали, какие пункты, где какие очереди на таможенных пунктах, где пропускают. Какие ограничения по продукции, какие там новые требования по экспорту продукции. Точно так же и в последний год самая большая проблема – это с логистикой, все мы знаем, и стоимость логистики. Поэтому у нас появилась новая услуга – это возмещение затрат по логистике, и дополнительная услуга к федеральной. Мы предоставляем, тоже субсидируем затраты на логистику. Кто может обратиться? Субъекты малого и среднего предпринимательства зарегистрированы на территории Кировской области. Там отраспевают? Нет, кроме сырья. У нас мы финансируем ни сырьевой, ни энергетический экспорт. И ты можешь получить компенсацию расходов на логистику? Софинансируем, да, затраты на логистику, если заключен экспортный контракт, и 80% стоимости по России мы финансируем. Это 500 тысяч в год на предприятие. Лимиты есть большие? Не по предприятиям, а общие? Пока лимиты 5 миллионов на регион в год, но это примерно на 10 предприятий хватает. И у нас и в этом году такой же лимит, и этого пока достаточно. А вообще с логистикой, например, есть ведь много проблем не только с точки зрения профинансировать, а с точки зрения вообще сам маршрут найти. Вот здесь в центре поддержки что делают? То есть к нам обращаются предприятия, условно говоря, там надо поставить оборудование из европейских стран, там готовы его продать. И до сих пор есть такая возможность. Более того, некоторые находят варианты, я знаю о них, как и завозят. Но у них, соответственно, два вопроса. То есть есть поставщик, есть покупатель, но непонятно, как везти, непонятно, как оплатить. Что делать? У нас в этом случае есть консультации. Мы рассказываем, как можно вводить третью сторону, чтобы оплатить. Есть варианты. Да, есть варианты. Есть варианты. Да, есть варианты. И с логистикой мы... У нас есть аналитические отчеты, когда расчет логистики и предоставляется информация, какая организация считала расчет логистики, делала расчет логистики. Это услуга российского экспортного центра, но мы показываем, как ее сформировать, куда обратиться. Она бесплатная. Также, учитывая то, что мы давно в этой отрасли работаем, мы можем что-то порекомендовать, как завести груз, через кого и точно так же по платежам. Куда сейчас? Какие в основном транспортные маршруты по экспортным поставкам? Транспортные маршруты через Каспий и через Каспий выходы на Азию. И сейчас ведется строительство и усовершенствование порта в Махачкале. У них накопители для зерна строятся, площадки для лесной промышленности, поэтому будет полегче и получше пропускная способность. С Азией у нас проблемы с железнодорожным транспортом, то, что большие очереди и дождаться не могут вагонов. Даже погрузки нет. Да, да. Поэтому маршрута пока вот таких два. Слушайте, ну вот мы говорим экспорт, поддержка, количество предприятий, ну, уберем действительно больших экспортеров, возьмем ту аудиторию, с которой вы работаете, оценивали в валовом региональном продукте. То есть, словно говоря, вообще, какова доля того, что мы зарабатываем на экспорте? Может, уже и смысла-то нет? Нет, нам это очень сложно оценить, но мы знаем, что по России средняя цифра экспорт предприятий МСП составляет 6%. А, например, по Кировской области это 10%. Да, и наша задача, чтобы малое и среднее предприятие экспортировали. А что это дает? Ну, вот зачем? 10% от оборота, ну, значимая, в общем, цифра, терять ее, конечно, не хочется, но, с другой стороны, куча вопросов, куча проблем, расчеты, логистика, специалисты ВЭД. А что дает экспорт? Зачем он? Ну, это, во-первых, это и имиджевая составляющая, а, во-вторых, у предприятия разные изменения рынка в разных странах, поэтому, кто экспортирует, говорит, конечно, хорошо, когда ты экспортируешь не только на Россию, но у тебя есть и запасные варианты, есть покупатели твоей продукции из разных стран. Иногда бывает, твоя продукция не востребована на рынке России, много конкурентов, какие-то факторы, например, ценовые, что у нас излишне этой продукции. А вы можете сказать, лучше производить вот это и продавать туда? Такая аналитика есть? То есть, условно говоря, вот есть предприятие, оно имеет мощности по производству, не знаю, там, изделий из древесины. И вы ему говорите, так, вот срочно в Монголию табуретки надо. У нас есть такие запросы, особенно год назад были входящие запросы, да, нужно вот это в Беларусь, например. И мы знали, какие предприятия изготавливают данный вид продукции, и эти запросы им направляли. Но обычно происходит по-другому, предприятие что-то производит, приходит к нам и говорит, что я хочу экспортировать, но не знаю, куда. Ну, то есть, у меня есть продукт, не знаю, кому он нужен. Да, вот очень хочу экспортировать, но куда, пока не знаю. И вот наша работа заключается в том, чтобы мы совместно с предпринимателем оценили вообще, может ли данный продукт выходить на экспорт и определить страны, и договориться. Хорошо, ну а вы такие, вот он пришел, принес, вы смотрите, такие, вот, вот, не пойдет вообще, что делаете? Так и говорим. Так и говорите. Конечно. Продукт не готов? Да, нужна либо доработка, либо нужна доработка. Например, приводим страны, вот куда вы все-таки хотите, все равно же есть понимание хотя бы, направление куда хотят. Мы говорим, что для Европейского Союза нужна сертификация такая-то, такая-то, это стоит столько, это по времени столько. Если это Китай, то нужно, там, совершенно другая регистрация товарной марки обязательно нужна, сертификация уже совершенно другая, нужно обязательно, чтобы был импортер, который уже указывается. На этапе экспорта уже должен быть указан импортер, кто ввозит данную продукцию. Поэтому в зависимости от рынка большие, сильно различаются требования. Также большая разница в таможенных платежах заградительных. У нас, наши предприятия с косметикой собирались много лет ехать в Турцию, но когда посмотрели, что в Возне таможенные пошлины 80%, тут все... Посчитали прослезить. Да, да, что неконкурентная наша цена будет совсем на рынке. А вообще мы вот с точки зрения российских производителей, кировских в частности, в чем мы конкурентны на рынках? Ну вот по вашему там пятилетнему больше опыту, много что посмотрели, знаю, что много мероприятий посетили, выставок. Вот в чем видите потенциал кировской области с точки зрения производства и поставки на экспорт? То, чего может быть еще нет, или где можно увеличить, какие ниши? Ну вот такое экспертное мнение. А вот тут мы могли бы дать? Мы могли бы дать на продукции, на которой не сильно отражается логистика. Это машинное оборудование, у которой большая добавленная стоимость. Уникальная, дорогая, интересная, например... То есть как только транспортное плечо начинает влиять на цену, то... Да, нам тяжелее. Особенно вот сейчас. Ну хорошо. А что внутри вот такое высокотехнологичное что-то разработка? И высокотехнологичное, и вот, как мы говорили про динозавров, те же самые вязкие монетные дворы производят монеты. Это уникальная разработка под конкретный запрос. Поэтому вот такая продукция может пользоваться спросом. Что происходит с экспортерами в последнее время? С экспортом понятно, с самими предприятиями что происходит? Больше становится, меньше становится, закрываются, отказываются или... Ну то есть вот что внутри отрасли по динамике? Ну, к сожалению, есть экспортеры, которые прекратили свою деятельность. Они переориентировались на импорт, потому что все равно это импорт и экспорт очень близко и по документам близко. Да, да, все-таки это рядом. То есть то я вывозил, а то решил пленки завозить. Да, да. В нашем окружении есть несколько таких примеров, что они понимают, вот из лесной отрасли, что пока они были не производители, они были трейдеры. Они понимают, что рынок Европы закрыт, они туда экспортировали. Объемы у них совсем маленькие остались, и они стали заниматься импортом. Есть предприниматели, которые другие виды деятельности открывают, не связаны с импортом, просто дополнительной какой-то деятельности. Они предприниматели, но то и предприниматели, что они стараются что-то предпринять, и все равно не опускают руки, и что-то делают. А вот с импортом, да. Я помню, вы центр поддержки экспорта, но при этом, по-моему, год назад, когда вся эта у нас история началась, президент сказал, и курирующий министр ваш сказал, что центры экспорта должны теперь помогать и импорту. Ну, немножко это поменялось в течение года. Российские экспортные центры помогают импорту, и программы по импортозамещению тоже курируют. Оригинальные. Оригинальные. Вопросы, часть вопросов отпускали на мой бизнес, на фон поддержки предпринимательства, вот они и занимались этим вопросом. По поводу импорта к вам не приходить. Нет. По поводу импорта можно приходить, мы подскажем, куда обратиться, и даже, может быть, подскажем и с документами, что делать, но это все-таки не наше. Но смотрите, это же взаимосвязанные вещи. Для того, чтобы производить конкурентную продукцию, ее надо производить на конкурентном оборудовании. С этим, к сожалению, в России большие проблемы. Да, импортозамещением мы занимаемся. Ну, мы вот вчера обсуждали станкостроение, ну, заброшенное абсолютно в отрасли. И вот к вам приходит предприятие, которое хочет производить продукцию на экспорт, но для этого ему надо купить станок по импорту. Что будете делать? Мы скажем, что... Нет, если он уже нашел этот станок, и у него только документационное оформление требуется, то, конечно, мы можем... Поможет? Мы скажем, куда обратиться. Им нужен брокер, который оформит правильно документы и везет. Вообще в Кировской области есть профессиональные услуги по внешнеэкономической деятельности, ну, я имею в виду на рынке. То есть не только в Центре поддержки экспорта. Есть компании, которые могут помогать экспортерам, импортерам? Конечно, это все опубликовано на сайте Федеральной таможенной службы. Кто аккредитован, кто имеет право этим заниматься. Вы можете сориентировать? Ну, мы ведь понимаем, что в большинстве случаев, ну, в значительном количестве случаев, бизнесу просто надо помочь сориентироваться. Конечно. Я многим рассказываю про Центр поддержки экспорта, который 11 лет работает, так они от меня узнают и к вам идут. Да. Что хорошего в экспорте? Я думаю, все про проблемы. Что хорошего? Что хорошего? Это интересно. Очень интересно, что постоянно развиваешься, учишься, узнаешь что-то новое. Ездишь по разным странам. Ездишь по разным странам. Это дополнительный бонус, конечно, это работа, но ты видишь новых людей, таких же увлеченных. Есть различные... Хорошо то, что ты общаешься с такими же людьми, которые занимаются также экспортом. Иногда совместные проекты реализуют наши экспортеры. Они могут в неформальной обстановке на наших мероприятиях пообщаться и поделиться проблемами. Могут подсказать какие-то пути выхода. Иногда объединяются, вместе отправляют груз. Иногда различные вопросы обсуждаются. Поэтому все равно это интересная работа. На работу зовут? Да. Были предложения? Да. Наверняка ведь переманить хотят. А что держат в центре? Ну ведь коммерческой организации, скорее всего, там и зарплату предложили бы больше, и условия лучше. Тут все равно такая государственная структура. Что в ней держат? Что в ней интересного? Держат то, что очень много усилий было потрачено на формирование нашей базы экспортеров, на расширение рынков сбыта. Я формировала полностью новую команду. И помогает то, что ты видишь действительно результат своей работы. Планы? А планы? Планы у нас продолжаем в этом же духе. А количественные планы? Вот сколько будет в следующем году в Кировской области экспортеров? В 23-м. Сколько стоит? У нас стоят планы, что мы должны поддержать не менее 400 экспортно-ориентированных предприятий нашей Кировской области. Мы всегда, конечно, планы выполняем, перевыполняем, стараемся как можно больше... Подождите, Мария, что такое экспортно-ориентированное предприятие? Предприятие, которое задумывается об экспорте и уже производит какой-то продукт. А они знают об этом? Что не экспортно-ориентированное? Ну, конечно. Это вообще любое предприятие, которое хочет продавать на экспорт. Так я вот тоже думаю, что так половину предприятий можно записать в экспортно-ориентированное и отчитаться. Но консультации не подходят для отчета. Нужно оказать услугу и именно чем-то помочь. Чем привлекаете? Ну, мы же живем в эпоху, когда, собственно говоря, надо продвигать себя. И про тебя никто... Даже про пенсионный фонд никто сам не узнает. Чем привлекаете предприятие? Мы привлекаем наши рекламные кампании, мы публикуемся в деловых журналах. Сарафанное радио большую роль играет. И предприятия отправляют своих знакомых к нам. А привлекаем мы тем, что большинство услуг у нас бесплатно. Либо на условиях минимального софинансирования. Хорошо. А за 10 лет... Я понимаю, что вы 5 работаете, но все равно наверняка статистику знаете. За 10, за 11 лет, как изменилась карта, количество и состав экспортеров в регионе. Ну, в том числе благодаря работе Центра поддержки экспорта. Сможете сказать? Вот было 200, стало 300. Я не знаю исходную цифру, которая по Кировской области. Я знаю цифры то, что нашими услугами пользовалось около 200 экспортеров, а теперь больше 400. В два раза наша база экспортеров выросла. Те, которые знают о нас, пользуются постоянно нашими услугами. Сами себе внутренние какие-то ориентиры ставите? Вот на год, на 3, на 5, вот какие-то количественные показатели, которые можно оценить. Не KPI федеральный, а ваши как руководители свои. Я поняла, да. Мы для себя хотим освоить новые страны. И чтобы это было удачно и получилось, и чтобы был экспорт. Планируется бизнес-миссия в Саудовскую Аравию. И планируем бизнес-миссию в Индию. В Индии, конечно, были выставки, но это было много лет назад. Теперь у нас новый подход, более детальный, более глубокий. И поэтому при подготовке бизнес-миссии мы надеемся, что после ее проведения будет хороший результат. А как определяете страны? Саудовская Аравия? Страны мы определяем... Нет, по запросам. Во-первых, по запросам наших предприятий. И, во-вторых, смотрим аналитику. Мы прервемся. Сейчас завершается первая часть нашей программы. Во-вторых, мы более подробно поговорим про механику деятельности экспортного центра. А пока, уважаемые радиослушатели, не переключайтесь. Мы через некоторое время вернемся. Возвращаемся в студию программы «Разговор по делу». Я, Андрей Усенко, у меня в гостях сегодня Мария Зеленцова, директор центра поддержки экспорта Кировской области. Мы в первой части разговаривали про экспорт, про экспортеров, про формы поддержки и перспективы. Мария, я сейчас хотел бы спросить, собственно говоря, о сути программы «Разговор по делу». Для вас региональный центр поддержки экспорта стал делом на пять с лишним лет. Что это такое? Что такое работа, дело, когда ты не своим бизнесом занимаешься, а ты работаешь в организации государственной, но при этом относишься трепетно? Вот внутри вас, когда вы руководите этой организацией, какие чувства, ощущения и состояния? В основном всегда гордость. Гордость за то, что у нас получается, то, что мы планируем. Гордость за наших предпринимателей. И удовлетворенность. Всегда положительные эмоции. Конечно, бывает тяжело, и у нас различные ситуации. Какие-нибудь проверки, прокуратура и все такое. Это Следственный комитет, прокуратура, да. У нас постоянно проверки. Но это не пугает, все равно это федеральная субсидия. Конечно, проверки должны быть обязательны. У нас есть российские экспортные центры, которые курируют наши деятельности. У нас ежегодные и даже ежеквартальные проверки с их стороны. Но мы работаем на результат. Вот смотрите, вы же не всю жизнь в госсекторе работали, правильно? И, собственно говоря, к экономике имели практически всегда отношения. Вот давайте руку на сердце положать. Сейчас у нас такой неформальный эфир, неофициальный. Но вот эффективна господдержка? Ну, мы ведь с вами понимаем. Рубль вложил, и сколько ты должен получить? Вот как у вас внутренние ощущения с точки зрения регионального и вот этой истории? Эффективна она в итоге? У нас даже есть такой показатель в нашей отчетности, насколько эффективна. На рубль вложенные субсидии 20 рублей возвращается в бюджет. 20 рублей в бюджет? Да. Вот поэтому именно мы работаем на эффективность, и у нас все показатели строятся на этом. Мне кажется, вас пора переводить тогда с такими цифрами на другие единицы измерения. Вы вложили рубль, 20 долларов вернулось. Или что у нас сейчас в юанне в моде? Да, у нас сомы юаней, разные валюты. Какой вопрос чаще всего задают вам предприятия? Что делать? Да, что делать, и все, и только ситуация разная. Что делать, если коронавирус, как экспортировать, что делать, например, как въехать в какую-то страну. Часто очень возникают вопросы, даже просто лично пишут, звонят. Есть ли какие-то ограничения, как въехать. Вот. Всегда что делать. Каков для вас портрет предпринимателя? Вот вы помогаете им. У меня профильная деятельность тоже. У меня есть внутри вот такой сформировавшийся портрет предпринимателя. Вот у вас какой он? Какой он вятский экспортер? Есть такой термин вообще? Используете? Нет, вятский экспортер у нас не было такого термина. У нас есть просто экспортер. У нас есть просто экспортер. И все-таки это люди предприимчивые, которые хотят учиться. Я даже вижу, что ладно, молодежь, это отдельная тема. И люди, кто постарше, и ездят на наши акселерационные программы, не пропускают, они узнают новое, общаются. Экспортер – это тот, кто готов все время узнавать что-то новое. И рисковать. Рисковать, придумывать, слышать мнения других. Вот. По сравнению с другими регионами, в каждом же есть центр поддержки экспорта. Центр поддержки экспорта, да, 82 региона. Чем мы отличаемся? Мы отличаемся хорошими людьми и хорошими экспортерами. Это отмечали гости, кто приезжал, наши соседи, приезжало наше руководство. У нас очень хорошее отношение с нашими экспортерами. Вот это видят все. О чем задуматься надо экспортерам? Вы как человек, опять же, с большим опытом, внутри погруженный. Вот по вашему мнению, о чем стоит подумать? Вот я тоже всегда предпринимателям говорю, я знаю, над чем вам надо задуматься. Вот экспортерам о чем? Ну, стоит подумать над тем, чтобы рынки сбыта были все-таки разные. И были разные покупатели. Не на одном консультации? Да, да, и мы сейчас видим несколько примеров как раз именно с этим связаны проблемы у предпринимателей, когда был покупатель только один. И все производство было заточено на это. Поэтому лучше все-таки думать о том, что может с кем-то что-то произойти, либо вообще с экономикой произойти, и иметь несколько вариантов. Что такое Киров на экономической карте мира? Ну вот ездите по выставкам, я знаю, вы от Азии до чуть ли не Америки, покатались по миру на выставках, на форумах, на всем. Что такое Киров вообще? Киров — это центр европейской части России. Это то, что вы им говорите. А что они в ответ думают? Они, ну, многие, конечно, не знают, где это. Мы объясняем, что у нас много леса, мы производим удобрения, что у нас есть народно-художественные промыслы, сохранились. У нас для большой массы мы как сибирский городок, наверное. Сибирский. Да, они все думают, что мы в лесу где-то. Медведи ходят. Холодно. Холодно, снег. Да, приезжают, радуются, что вот там сугробы, мы видим снег. Они к нам ездят? Иногда приезжают. А кого возите? Нет, приезжают. А, к предприятиям. У нас есть обмен опытом, да. Нет, к предприятиям приезжают, и руководители центров поддержки экспорта приезжают, и иногда реверсные бизнес-миссии эти, зарубежные партнеры приезжают. Поэтому мы, ну, особенно для граждан других стран, непонятный, конечно, регион, и хочется посмотреть. У нас подходит к концу время нашей программы, буквально пару минут остается. Мария, вот пять лет вы с ними работаете, вы им помогаете, получаете удовольствие от результата. Но давайте представим, что вам с ним еще пять лет надо будет работать, да. Что пожелаете им и себе на эти пять лет? Ну, вот так, по делу прям, чтобы. По делу? Больше читать, больше изучать. Именно анализировать и не бояться выходить на новые рынки. А есть боязнь это? Есть боязнь, что не получится, что там есть кто-то конкурент, есть кто-то, кто более достоин. Не бояться, нужно все равно себя пробовать и находить в своем продукте уникальность. Мне кажется, это хорошим таким завершением, уважаемые предприниматели. В случае, если вы боитесь выйти на экспорт, приходите в психологическое агентство, извините, в Центр поддержки экспорта Кировской области. Вам обязательно помогут не только избавиться от этой боязни, но и помогут выйти на экспорт. Коллеги, на самом деле абсолютно не реклама. Знаю по собственному опыту и знаю по опыту многих предприятий, что Центр поддержки экспорта очень эффективная структура. И действительно, в одиночку на экспорт выходить очень тяжело. Это очень специфическая история. Государство для этого Центра и создало, чтобы полноценно помогать. Мария, на этом завершаем. Большое спасибо. Это была программа «Разговор по делу» с Марией Зеленцовой. Спасибо вам. Спасибо. До свидания. Разговор по делу.